Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. И местами плюс 5, плюс 10 тепла. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 15-17 тепла. В преддверии священного мусульманского месяца Рамадан редакция газеты «Ас-Салам» и благотворители провели большой праздник для детей из многодетных семей и детей-сирот. О том, как прошло мероприятие и кто помогал в его организации, в эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джозаевой расскажет основной инициатор праздника – известный спортсмен Мурат Коготов. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Доброе утро, Бел. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел снова к нам в гости. Я знаю, что ты со своими друзьями проводишь очень много благотворительных акций. В том числе для детей-сирот, для деток из многодетных семей. И вот в преддверии священного праздника Рамадан вы провели очередное мероприятие. Мне бы хотелось узнать, где проходило последнее мероприятие, какова была программа, кто участвовал. Расскажи, пожалуйста. Последнее мероприятие у нас проходила база отдыха, усадьбы. Это у нас в Черкесске находится новая база такая, привез здесь Черкесска. Очень прекрасная база. Детке там очень понравилось. Там веревочный парк. То есть дети ходят на веревках, они развлекаются, качели там. Вот такая прекрасная база. Там мы проводили. Я думала, это на Зеленом острове. Я даже не знала, что у нас в Черкесске есть такое место. Да, это буквально год назад открылось. Прямо при выезде из Черкесска, с правой стороны, когда в сторону Жгуты, там прекрасная база, в которой можно каждый человек поехал с семьей отдохнуть. А это были дети из многодетных семей? У нас, можно сказать, мы их всех охватили. В этот раз у нас были многодетные семьи, Центр Надежда, потом детский дом с Московского. И, можно сказать, никого не оставили. Но у вас и аниматоры были, и всякие конкурсы. Да, аниматоры с Кистоводского мы пригласили, они приехали там. А чья идея была? Ну, аниматоры, честно, уже не первый раз мы проводим, уже мы с ними работаем. Детям это очень нравится. Два больших робота, Бамблби, это дети очень нравятся. Мыльное шоу там было. Прямо они очень хорошо устроили им праздник. Да, конечно, это очень благое дело. Кто помогал в организации вот этого праздника? Ну, конечно, хочу поблагодарить базу отдыха, усадьбу Казбека Кишмакова. Он непосредственно, даже, можно сказать, сам предложил, чтобы провели. Там у него такой прекрасный праздник. Все бесплатно он предоставил. Все аттракционы. Сам с семьей, с супругой, с папой, с мамой участвовал. Что, можно сказать, не каждый человек сделает это. Все абсолютно бесплатно. Сесть магазинов «Эс-Смарт». Они предоставили детишкам очень много сладостей, воды, пиццу заказали. Ну, потом кафе «Чукур». И, естественно, мой тренер «Кубанов Азамат». Еще магазин «Мегастрой». Они все участвовали в этом. Кстати, если говорить про твоего тренера, я знаю, что ты так же активно занимаешься спортом. Куда сейчас готовишься? Ну, сейчас у нас в ближайшее время чемпионат России будет. И там уже чемпионат мира дальше будем развиваться. А где чемпионат России будет проходить? Чемпионат мира у нас в Москве проходит. Ты туда готовишься? Да. Ну что ж, я желаю тебе удачи и в спорте, и удачи в этих благих делах. Спасибо, что нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Вам спасибо большое. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире.